Добрый день! Сегодня у нас в гостях Валентин Владимирович Лебедев. Российский журналист, публицист, общественный деятель. Все он хорошо известен, он часто выступает по телевидению. Сам был когда-то телевизионщиком еще в советские времена. Он является председателем Союза православных граждан, а также главным редактором журнала «Православная беседа». Здравствуйте! У вас много еще разных ипостасей, и все они нам сегодня будут интересны. Здравствуйте, скажу я. Да, да, добрый день! Вот хотелось бы провести с вами несколько бесед. Я думаю, что, может быть, и в будущем мы еще запишем некоторое количество, потому что вы такой общественный деятель в христианском мире, в православном мире давнишний. Еще, можно сказать, с конца 60-х, начало 70-х годов. Где-то вот так. Ну, в 70-х все-таки, скорее, по возрасту. Нет. В 60-х я как-то пытался созреть. А какая-то деятельность, ну, такая, конечно, по крупицам. Ну, я имею в виду, есть такая плеяда людей, которые вносили свою лепту в развитие православия в России не в смысле того, что его не было. Оно было. Была церковь, была живая церковь, была. А вот в общественном смысле люди занимались распространением литературы, убеждением, какими-то разговорами, не только на кухнях. И вот это было интересно, потому что вы тогда уже начали свою журналистскую деятельность, которая была и официальной, и, скажем так, не очень официальной. И вот в связи с этим хотелось поговорить о вашем журналистском пути. Вот 80-е уже особенно годы, когда начался весь такое слово «сам издата». Некоторые пугаются этого слова, а некоторые к этому относятся серьезно. Я отношусь к этому серьезно и спокойно, я знаю, что это такое. Вот период вашего «сам издата». Что вам было интересно и почему вы стали распространять христианскую православную литературу? Ну, потому что к тому времени, то есть в упомянутые 70-е годы, в конце, Бог дал мне возможность воцерковиться. То есть крещен-то я был с детских лет моей бабушкой, которая никогда не покидала церковь и была членом так называемой «двадцатки» ныне церковного совета. Вот. Не московской бабушкой, простой, как тогда говорили. Вот она как бы хранила веру всю жизнь. Ну, а сознательно пришел, приходил, вернее, стал приходить к церковной жизни. Вот, упомянутые еще раз нами в 70-е, в конце 70-х, конечно, годов, в начале 80-х. Ну, когда это произошло, то по пути с живой, собственно, церковной жизнью, то есть духовной жизнью, ну, насколько она мне поддавалась тогда. Вот. Я имею в виду какие-то духовные успехи, что тут говорить. Они были начальны. Вот. Бог судил познакомиться с людьми. Вот. Ведь ничто не бывает просто так в жизни. Человек-христианин особенно, как мы с вами читаем в душеполезном различном чтении, слышим на проповедях, вот, с людьми, которые занимались тогда проповедью через печатное слово, вот, то есть через литературу какую-то. Конечно, это были крупицы, вот, но они играли тогда значительную роль. Почему? Потому что вот эти самоиздательские издания и книги что-то провозили и через границу, именно провозили, прятали в каких-то сумках, чемоданах, что-то печатали здесь на Ксероксе. Теперь молодым людям это малоизвестно, что Ксерокс он стоит дома у многих. Тогда он стоял в определенных учреждениях за железной дверью и опечатывался на ночь, поскольку это ведь было, как нам известно, множительные моменты. Машина. Ну вот, совершали подвиг, не себя имею в виду, а те, кто работал на этом Ксероксе, и перепечатывали, что сейчас все ахнут. Ну, не типичную диссидентскую литературу, которую я тоже читал, вот, ну, ее привозили, а самоиздатель начался, конечно, я смею себя поправить, нас, вот, не в 70-х, а в конце 60-х годов, вот, бюллетень самоздатовский стал сдаваться в 68-м году, по-моему, но это отдельная, другая история совершенно, другой печати. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорим, печатали это не что-нибудь, а святых отцов, предположим. Конечно. Или просветительские книги. Да не хватало обыкновенных вещей, молитвослов, подхаристов. Наших отцов, скажем, там, отец Дмитрий Дудко писал книги, издавались они за границей с большим трудом, здесь сюда поступало 10 штук, там, ну, скажем, на большой город, ну, 15, может быть, на Москву, это никто не знает сколько. Значит, приходилось их перепечатывать. Вы скажете, конечно, круг все равно узок, но в чем эффект, как мне кажется, теперь? Кстати, теперь в общественной работе то же самое работает, в просветительской. Ведь это доставалось, ну, каким-то, ну, в хорошем смысле, так скажем, избранным людям, многие из них известные, например, сейчас всю Россию, а может быть, даже больше священнослужители, вот, или каким-то там писателям, будущим или тогда становившимся литераторами, издателям, то есть тем людям, кто потом, ну, и тогда уже, начинал как-то, а потом уже гласно, влиять на общественные умы. Ну, потому что они были все-таки в основном причастны вот к этому распространению. То есть к потреблению этой литературы. Еще раз спросят, а что же за страшные книги такие? Ну, я помню, вот, ну, там, Иоанна Кронштадтского, например, издавали, это называли. Ну, Иоанн Кронштадтский тогда воспринимался как книжный совершенно, ну, страшный антисоветский. Страшный антисоветский контрреволюционер. Абсолютно, абсолютно. Это вот-вот Солженицын, как ГУЛАГ, с такой книгой могли посадить. Вот. Иоанн Кронштадтский упоминался одинаково. Я еще с некоторой дружью тогда, когда вот я взял образец, ну, не ксаркопический, а тот, с которого надо было делать ксаракс, отдать человеку. Думаю, что же я там такое сейчас прочту? Что же я прочту? Солнцеправда, по-моему, книга, сборник его. Вот что-то такое страшное, неспровергнут все основы теперешнего стру... Проповедь на, так сказать, основные евангельские заповеди, как жить. Думаю, если это страшно для этой власти, учение о том, как надо любить ближнего, то все-таки выбор сделан правильно в активной деятельности. Какова же тогда эта власть, которая отрицает все то, что написано и о чем знают наши телезрители в Евангелии, вот там с первую по девятой заповеди. В издательском отделе Московской Патриархии уже начал издаваться журнал, а потом и газета, в которых вы приняли активное участие. Расскажите об этом. Нет, нет, не так. Журнал Московской Патриархии издавался давно всегда. Единственное официальное издание церкви, который круг читателей был тоже не очень широк, шире, чем «Сам издата», потому что были журналы «Сам издатские», вот в 70-х годах «Веч» такой журнал, «Надежда», «Альманах», «Слово», ну совсем узы, круг читателей, но шире, конечно, чем книги какой-то. Вот, журнал Московской Патриархии, конечно, по сравнению с ним был широк, но как бы для профессионала церковного. Вот храм подписывался и давали священнику. А, ну, двум, трём, это никто не знает, я и сейчас не могу сказать. Ну и тоже, обычному человеку подписаться было лучше. Нет, нет, это как на журнал «Америка», то же самое. Как бы он есть, вот у нас, кто знает, а вы нет. Каким-то образом кто-то его получал. Да, 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 кто-то получал, каким-то. Ну, тут пошире. Ну, это понятно, понятно. Если ты в церкви служишь, наверное, подписаться ты, я думаю, вспоминаю, конечно, мог. Круг был, конечно, шире. Еще были замечательные богословские труды, которые выходили изредка, и это было самое серьезное. Это монах, а они должны были выходить правильно раз, по-моему, в три месяца, но, по-моему, так и выходили. И настал момент, вот такой, как бы, так сказать, уже в позднюю перестройку в 89-м году, когда группа сотрудников задумала, и с этим пошла к митрополиту Петериму на непокойному, известному нашим зрителям, вот, с предложением, что пора, вот так вот есть журнал Московской Петерархии, ну, ну, церкви нужна же и газета, наверное, вот. Ну, это вопрос обсуждался, выяснялся, это тоже было непросто тогда, вот, потому что то, что мы называем перестройкой, какой-то демократизацией, еще слова тех времен, они в обществе государства происходили скорее, чем по отношению государства к церкви. Да, да, да. Потому что праздновать тысячелетие Крещения Руси, я как корреспондент журнала Московской Петерархии принимал участие, происходило под полным, под полным еще давлением того же Совета по делам религии, то есть органа, напоминаю тем, кто не знает, который контролировал жизнь церкви. В общем, вполне еще прежним, ну, чуть поновее, конечно, чуть-чуть, то есть там двигалось все медленно. И вот когда вышел церковный вестник, все-таки молитвами, стараниями, благословениями, вот, это было, ну, достаточным таким информационным взрывом. Я помню, как приходили люди, которые хотели работать в нем, иногда наивно хотели, потому что они не наивно были настоящими журналистами, литераторами, чего-то с большой буквы. У них не получалось. Но не хватало, видимо, чего-то церковного образования. Да, вот церковного образования тогда не было. Да я даже скажу, даже рука, как это у них вот написала. Даже воскресных школ особенно не было, да, чтобы пройти какие-то осы. Да нет, конечно. Закона Божия, да. Поэтому писать на культурные темы, вот, как бы, история вообще. И как в литературе там отражается, скажем, или жизнь церкви, или как православие в принципе влияет и влияло на содержание там великих и малых произведений, художников. Это да. Но по теме церковного вестника, основной, то есть церковной жизни 89-90-91 года... С пониманием этой жизни, да? Нет. Нет, невозможно было. Но я сейчас говорю про эффект. Сколько народу училось, общественная жизнь какая-то началась вокруг газеты, просто она была организатором. Вот той самой. Приходили люди, приезжали из других городов и говорили, а вот как бы нам издать? Что делать? Ну, вот теперь, поскольку этот период уже прошел, то трудно в лицах вспомнить и говорить о людях как-то вот... Нет, нет, я говорю для того, чтобы сказать, что они были плохие или неудачные, или, сказать, мало. Просто действительно церковь, это слишком серьезно, чтобы писать или писать об этом просто как публицистически, да, или литературные романы, но... А это серьезно, потому что если ты серьезно изучишь церковную жизнь, то ты должен воцерковиться. Это понятно наше... То есть должны последовать следующие действия. Конечно, свои личные. У некоторых они и последовали. Еще раз говорю, вот вспоминая, возвращаясь к началу нашего разговора, вот, от тех, кто когда-то распространял, ну, тех же святых отцов, что было дивом, там, в 70-е, 80-е годы, до авторов того же церковного вестника, если перекинуться через 10 лет, многие из них стали просто священнослужителями или, так сказать, приняли постриг. Вот. Так что у многих последовали действительно и серьезные действия. Есть люди разного, так сказать, звания, разного сана. Вот. И разного служения, и даже подвига. Я сейчас не про роль церковного вестника, а про тех, кто хотел участвовать в просветительской, потом уже, ну, гласной журналистской деятельности в те годы. За этим, как правило, правильного, говорит, следовало вхождение церковную жизнь. Вы какое положение занимали в церковном вестнике? Вы просто были замглавного редактора. Замглавного редактора был, да, да, да. То есть, фактически стояли у руля и, в общем-то, вот разруливали, это довольно сложно. Нет, 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 мы стояли вдвоем у руля с отцом ныне Александром Макаровым, он заместитель главного редактора журнала «Православная беседа». Ныне, вот, он ничем не младше меня, он тоже сучредитель, просто у него есть еще, ну, и приход, и работа в церковном учреждении, поэтому он тут выполняет вот роль заместителя главного редактора. А тогда он был, между прочим, сначала моим первым начальником, я хочу просто отдать должное, вот, в издательском отделе, пригласил меня на работу как автора, вот, а потом уже вот так получилось через несколько лет, что мы вместе с ним стали два было заместителя главных редактора и вот разруливали все то, о чем вы говорите. И приходилось делать газету, а писать-то было, вот что любопытно, никак сейчас почти некому. И приходилось иногда под фамилией доброжелателя переписывать все заново, начисто. Вот это любопытная была работа. И одна была мысль, а авторы когда-нибудь появятся? Ну, вот рубеж 80-х, 90-х. Вы уже упомянули «Православная беседа», журнал. Вы стали создавать неожиданно свой журнал. Что вас побудило к этому? И что вы думали об этом журнале? Какое вы предполагали и как это получилось? И получилось ли? Ну, получилось ли, как бы с конца. Тогда. Я имею в виду. Сейчас мы знаем, что получилось. Вот и лежит перед вами. Да, тогда получилось. Выходящий журнал «Православная беседа». Вопрос вот тогда. Вот как это все происходило? Тогда была одна мысль, что нельзя стоять на месте, что весна перестройки и духовного возрождения, ну, первые ручейки, конечно, гласного имеется в виду, а не где-то там вот на квартирах, на кухнях, в молитвенных, тайных домах и прочее. Сегодня перечислишь. Уже идет. Вот. Что за одним органом можно уже по новым правилам и тогда с 90-го года, в концу 90-го года, как сейчас помню, было разрешено уже, ну, была разрешена издательская деятельность, в том числе можно было учреждать как группу милиц, так и редакции. Но это не важно, это сейчас уставные вещи, то есть органы печати. Но мы решили на внутреннем собрании, но уже как свободные лица, с тем же отцом Александром, там еще были люди, что пора, да, вслед за газетой. Ну, если есть, ну, некоторые ловнутся, как сказать, церковная правда, то давайте сдадим и церковную работницу, крестьянку, ну, вот как были журналы советские. То это тоже издатель иллюстрированный журнал. Пошли зарегистрироваться, его очень дивно. Я думал, что, конечно, нам не разрешат. Вот в комитете печати. Взяли кучу документов, там, дипломы семинария. Ну, все скажут сейчас, а вот уходите, а вот у вас нет этого, а вот вы не имеете образования. Нет, мы были готовы ко всем, не спросили ничего, кроме паспорта. Мы зарегистрировались, рядом с нами русский вестник газета регистрировался. Мы сидели вместе и познакомились. Дело все в том, что у нас не было самодеятельности. Он был независимый по регистрации, ну, кому это интересно, но с самого начала, во-первых, по уголословению священноначалия. Ну, это понятно. В 91-м году. Ведь все-таки мы вышли, вот, это было уже новое. Вот, иного я имею в виду, что скончался патриарх Пимен, был уже, так сказать, это самый патриарх Алексей был. Вот, создавался отдел религиозного образования, и он взял на себя функции духовного руководства, попечительства. Потому что по закону, по закону демократическому, вот уже создавалась тогда разного вида пресса, мы были свободны. Таким образом, это было первое в независимой постсоветской России, мы так и пишем в разных записках, массовое, духовно-просветительское, православное, ну, тире, это я вот сейчас издакаю, церковное издание. Потому что церковный вестник принадлежал прямо, ну, все-таки церкви, издательскому отделу. А это вот независимый, как первый эксперимент. Не диссидентское, не ксаркопическое, а первое, гласное, независимое. Но, поскольку мы были работниками церковного учреждения, вот, можно сказать, профессионалами, в этом смысле, то и вот это вот покров отдела, правда, уже не издательского, там изменения наступали, вот, определенные в жизни митрополита Петерима, отдела, уже отдела религиозного образования, потом, правильно вы упомянули, так сказать, и эту функцию прибавил, до сих пор мы пишем об этом, там, отдел внешнецерковного, тогда сношение, теперь связи. Ну, как курирующая организация, вот, сейчас в лице самого митрополита Лариона, он наш автор, забегая вперед, постоянный, причем в каждом номере, это можно посмотреть, это вот сейчас открою любой, и, ну, тогда отдела религиозного образования. И мы под этой гидой вышли, журнал же распространялся в храмах, тогда порядка и такого разрешения, как сейчас от синодального информационного отдела, вот, последние годы, созданного, такого обязательного, не было. Вот, благословение патриарха, а дальше как раз все выясняли, как же выясняли, потому что я уже работал в отделе религиозного образования, и как раз ведал издательство, и вот хотели выработать церковь, систему, ну, такой, как бы, церковной цензуры, что ли, на новых основаниях. Как все-таки распространять книги, журналы, а книга издательства тоже началась, мы издательство, Словка. Вы не остановились на журнале, вы стали издавать, вы открыли христианское издательство. Открыли, да. Оно было успешным, оно хорошо, потому что я знаю... Нет, оно не было особо успешным, в отличие от журнала. Журнал просто вышел в 91-м году, вот сейчас 27-й год уже, просто в 100-тысячном издании, вот так вот по-советски, массовом еще, вот, и распространился. Ну, тогда 100 тысяч, да, улетали на легко... Ну, тогда голод же был. Да, да, да. Издали три книги, ну, и так, образно говоря. А потом, собственно, вырабатывали план на уровне церковных учреждений того же там отдела религиозного образования, что издавать и как быть. И приходили будущие издатели, некоторых нет уже, а некоторые сейчас достаточно известны, вот, наверное, на церковно-издательской НИВе, которые получали разработанные списки. И списки эти тоже как-то, ну, мягко утверждались. Вот, в том числе и наше издательство, которое имело право издавать, а не всякое могло тогда, ну, вот, принимало участие в издательстве. Ну, мы издали там и «Молитвословы», и энциклопедию первую Сойкина, я помню, двухтомную, стотысячным тиражом, вот, сейчас она уже ушла давно, ее нету. Ну, еще были книги. Но потом все-таки свели свои, вот эти вот созданные издательства стали работать достаточно успешно, многие из них, и мы сосредоточились на периодическом издании, которое было сейчас 27 лет. Главное дело для вас это был журнал. Вот я держу в руках православную беседу, второй номер за прошлый, 16-й год, нашему журналу 25 лет. Замечательный лик здесь девушки православной, очень приятно. Скажите, вы держите и продолжаете держать марку глянцевого журнала, не гламурного, ноги путают, гламур и глянец. Глянец имеется в виду, что он реально глянцый, вот он сверкает прямо. Да, он сверкает, да. Это довольно дорого. Это очень дорого. Во-вторых, это, скажем так, не то что не соответствует, неправильно я говорю, не совсем соответствует времени. Многие газеты, журналы переходят в интернет. Вы вынуждены будете перейти в интернет, как говорил Патриарх, да, что это все равно неизбежно? Или я ошибаюсь? Патриарх не так говорил. Вы правильно, вы были, наверное, на том же собрании, это было все именно Русский собор или собрание под его началом православных издателей, какое-то другое мероприятие, может, межсоборное присутствие. Вот, это не важно где. Он сказал другие вещи совершенно. Он сказал, он вообще рассказал интересно о том, сколько сейчас народу в мире у нас, в частности, вообще читает книги. Ну, вообще читает. Выяснилось, что 52% вообще ничего не читает. Это я впервые узнал из его уст. Остальные просматривают 14% или 16%, но это движется цифра, читают действительно. Но, тоже не без картинок. Вот этот гляньте, с которым вы говорите, был в основном не такой глянцевый. Он стал как раз с тех пор, как бы опираясь на слова патриарха, я подумал, что, ну, сейчас не буду открывать, может быть, технически это не очень, внутри он тоже достаточно с картинками, что люди все-таки, если речь идет о периодических изданиях, о них во многом, конечно, все равно, это читающие люди, просматривают и влияют на человека, а у нас влияние особенное, все равно это проповедь через печатанное слово или изображение, печатает образ. Поэтому вот эта вот иллюстрация, иллюстративный ряд очень важен. Во-первых, то, что мы взяли тогда на вооружение. И второе, он сказал очень интересные вещи, что интернет, по мнению специалистов, ну, пока, правда, не происходит в нашем отечестве, поглотит газеты. А журналы никогда, вот так считают специалисты, ну, уж уж никогда, обозримое для нас, для нашего, так сказать, века будущее. Вот, потому что журналы станут, особенно журналы дорогие, я не имею в виду православную беседу, ну, какие-то там, географические, предположим, литературные. Скорее, для снобов, да? Да, для людей, которые обладают средством, имеют образование. Вот они читать в телефончике быстро новости и комиксы не будут. Они будут брать в руки дорогую вещь? Это как бы для простых. Это как и книга, да? То есть книга останется для тех, кто любит читать книгу как книгу, то есть не погибнет. Потом, ну, а потом, надо сказать, что я в свое время трудился, ну, еще молодым, маленьким, в учебной редакции нашего телевидения, советского еще, а потом вот учебную редакцию закрыли. Это очень хороший большой коллектив, я там вообще никакой роли микроскопическую играл, я нет, хочу сказать, но слышал, был на собраниях, литурочках, там, выводы, много было отделов, делали учебные передачи, некоторые наши зрители помнят, но потом выяснилось, вот такая любопытная вещь, которую многие забыли сейчас, на научном уровне, зарубежном, нашем. Что, ну, скажем, лекция и даже занимательная передача, ну, переведем на наш язык просветительское, духовно просветительское, по тому же интернету, потому что это тоже экран. С экрана, а экран один, телевизионный, телефонный, iPad-ный вот такой, один и тот же, планшетный, да, один и тот же, воспринимается человеком не так, как печатное и хорошо напечатанное слово, поэтому сейчас быстро переносятся, то есть ущербно, поэтому получать образование, вот вроде, читайте такую же лекцию, как написано в книге, вот смотришь в экран, вроде бы запомнил человек, да, а не так, как надо, не так глубоко, не так надолго, но это знают люди, кто занимается мышлением, это, сейчас мы об этом не будем говорить, поэтому вы вспомнили книгу, для определенных людей, как, впрочем, и для всех, кто обучается, наверное, на начальном этапе, сейчас образование во всем мире будет разделяться, одно будет для простых людей, увы, другое, так сказать, для высоких, это плохо, но я сейчас не об этом, да, оно не погибнет, особенно для тех, кто будет иметь возможность образования, образа, стиль жизни человека, который читает, человека, который ходит в театр, на настоящее имеется спектакль, который хочет не суррогат, а источник. Да, да, но опять-таки не комикс во всех, ну, видах и смыслах, если перевести. Владимир Владимирович, наше время практически стекло, но я хочу задать напоследок очень важный вопрос, вы верите в будущее православной журналистики? Да, конечно, потому что без проповеди через печатное, а теперь и уже электронное во всех видах слово, воцерковление наших соотечественников и углубление церковной жизни невозможно. А еще более кратко ответьте, если можно, много ли у нас сегодня хороших профессиональных православных журналистов? Я скажу так скромно, что они есть, но их должно быть, конечно же, если смотреть глазом профессионала, конечно же, больше. Спасибо вам большое за оптимизм и за очень интересную беседу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok